Всем привет, с вами Артём и это StoneHards. Да, давно играл, давно было, всё было и всё супер. В общем, о чём я хочу поговорить. Сегодня мне просили снимать StoneHards, но, к сожалению, в данный момент игрушечку у меня, ну, как она и раньше, еле тянула. После 30 жителей, даже приближаясь к 30, там уже жёсткие лаги начинаются. Всё почему? Установлены моды. Вот их список, все они в стиме, ссылка на все моды будет в описании под видео. Всё. Моды, в принципе, здесь, ну, такое себе. В плане... В плане, ну, моды как моды. На дома ничего нет. Да, как я уже сказал, моды обычные, на дома ничего нет. Есть моды на оружие, моды на... Блин, на чё там ещё было? На новых монстров, естественно. Вот. И, да, обычный режим. В общем, сейчас, в общем, просто создание карты. Также были моды на то, чтобы вот разум, тело и дух поднять до 10, до 0, до 1, до 10, полностью до 6, до 12, до 100, до 1000. Но я думаю, что один такой воин разнесёт ктулху, который в конце появляется вообще на изи. Поэтому нет. Так же были моды на разнообразное количество разных типов ресурсов. Вот тут, короче, непонятный момент. Я выбираю вот это, и у меня автоматом есть пила. Ну, то есть, я начинаю играть, и у меня автоматом есть пила. Так же. Мир. Дополнительные опции. Здесь вот, выбирайте размер мира. Нормальный, большой. То бишь, применить. То есть, у вас будет огромная карта. Вот такая. Ну, как вы понимаете, вот такую карту можно захватить. Но. Есть маленькое но. Такая карта при появлении ктулху будет геморрой лютый. Вообще какой-либо защищать. Так же тут у нас есть горы. Предгория. Равнины. Максимальное количество рек можно сделать. Давайте 7. Посмотрим, как это вообще будет. 7 рек. Это жесть, наверное. Да, это же... Ого, даже на скалах реки. Ну вот, в принципе, вот такую карту выбрать. Я давно хотел где-нибудь на реке построиться. И тут таких вариантов, как бы тьма. Так же в дополнительных опциях, ну, мы поставим 3. У меня было. Размер узкий. Ну-ка, вот это, кстати, я не выставлял. Это как, типа, в прямую, что ли? Подожди, а что это? Размеры. Узкий, широкий. Так. А что поменялось? Кто знает? Я не знаю. Ну, ладно. Поставим широкий. И дальше. Основа формы. Ну, первое, супер плоский. Мир. То есть, вообще ничего не будет. Не гор. А, стоп. Подожди, а сколько рек стоит? Рек 3? Ну, супер плоский. Типа вот. Тут вообще с деревом проблемы. Ну, тут есть, конечно, ресурсы. То есть, вот, если я на центр навожу, они показываются. Так-то вот. Ну, то есть, как бы супер плоский, но не очень. Дальше есть... А, подожди, можно... Ну, давайте сейчас все посмотрим. Я не смотрел. Мне прям интересно. Водяной мир. Типа, чисто вода. Ну, неинтересно. Вот каньоны я посмотрел. Я даже создал поселение. Немножечко там поиграл. Минут такие 3. Да, вот. Это чисто типа лаверинты. По факту, это очень классная карта в плане обороны базы и застройки. Ой, подождите. Смотрите-ка, я курсорчик двигаю вверх, а он у меня все широкий и широкий. А вот. В плане застройки базы, потому что... Во-первых. Например, мы построим базу, да где угодно... Вот здесь. Гоблины вообще... К нам никто не доберется. Там, кстати, кабаны вроде новые боссы. Там даже квест от них или предупреждение какое-то прилетало. Ну, такое. Вот здесь построим базу. Тоже никто не достанет. Вот здесь построим базу. Захватим воду кусок. Да даже вот тут. Вот. Просто вот тут перекрыть. И вот этот вот кусок весь будет наш. Вообще изм. Так. И есть небесные земли. Вот, кстати, их я не смотрел. Мы сейчас, наверное, на небесных землях и затусим. Типа... Погоди, это типа островов, что ли? Ну, давайте выберем этот мир. Да, выбрать... Ну, давайте это выберем. И как раз посмотрим, что там, да и как. Я там с управлением косячил. Ну, потому что я такой, я молодец. Я не знал, что. Вот. И мне почему-то, как я уже сказал, выпадает пила, где мне не должна выпадать пила. Может, это в стандартном наборе или как-то где-то что-то. Пилы не должно быть. Но у меня уже есть человек, который мне как раз-таки произведет все нужные материалы. И потом каменщик будет големов клепать. Вот он, мир наш. Так. Ну, давай выберем. И как мне, типа, это... Типа... Вот так вот. Да, это тупо острова. Но вот тут, слушайте, вот... Я не знаю, как в этом плане, но тут, мне кажется... Это у меня, кстати, максимальная прорисовка. Просто мир очень огромный. И островов тут... А, нет, островов тут... А это хреново! Слушайте, это хреновое выживание. Объясню, почему. Копать шахты не получится. Ну, потому что тут копать нечего. Ну, вот тут есть, например, ничего. Мое любимое, да? Слушайте, ну, с островами, конечно, такое себе. Мне не радует. Ну, это типа хардкора, жестко. Это еще вот на большой сложности вообще просто жесть будет. Ну, потому что, смотри, тут нет ресурсов. Ну, вообще. В скалах обычно должны показывать какие-то ресурсы. Их тут никаких нет. И как тут выживать? Не-не-не, такой себе мир. Давайте в главное меню. Как я уже говорил, да, это очень хардкорный режим. Но, с одной стороны. С другой стороны, кстати, спокойно можно выживать. Давайте выберем каньоны. И как раз-таки я сейчас скажу как. Легко. Можно просто крафтить оружие. Так, вот тут давай 4 поставим. Можно же еще комбинировать. Подожди, а давайте скомбинируем парящие каньоны. Ха-ха-ха. Да хрень полная. Ну, давай водяной мир и каньоны. Может, там будет хотя бы получше? А-а-а, ёп твою. Прикольно. Да, но мало суши, на котором можно будет производить хавчик. Супер плоский. Нет, давайте каньоны. Я сейчас выберу место, где мы построимся обязательно. Слушайте, знаете, что такое реки? Это не реки. Давай тогда увеличим до 6 хотя бы. Ну, то, что это не реки, это лужи. Я хотел речку. Речка должна вот через всю карту идти. Ну, серая херня. Так, ну вот здесь. Я просто смотрю, где если я выберу кусок. Давайте еще раз генерим. Что-то как-то фигово. Где мы будем строить? Модов, кстати, много разных. Но мы не успеем сегодня все посмотреть. Наверное, будет отдельный кусок. Давайте весну выберем. Я знаю, как можно зимой строиться с хавкой. Вообще проблем нет. Там надо просто кое-как схитрить. Вот идеальное место, где меня не захочет. Не, я хочу с водой именно кусок. Такого пока мне не дано. Ну, я хочу на воде что-то построить. Да, давно я хотел что-то построить на воде. Но чтобы было интересно. Вот. Вот здесь начнем. Вот здесь на воде. Вот здесь что пророем. Вот тут пророем. И вот тут пророем. Да? Ну и вот тут. Да, все нормально. Погнали. Ну, чтоб к нам, если кто-нибудь приходил. До нас доберутся, я уверен. Также тут есть мод на то, чтобы у наших воинов были магические способности. Ну, типа какие-то ауры, что-то там доп урон у магов, у воинов, у лучников, у рыцарей там. Ну, что-то такое там есть. Вот. Потом еще мод получается какой. На новых гоблинов. Мы сейчас быстренько создадим мир. Прям буквально немножечко поиграем. Я вам все покажу. Так. Вот он какой каньонный мир. Шикарное место. Особенно вот здесь. Земля есть для постройки базы. Построим, в принципе, ее вот здесь. Деревья есть. Ягоды есть. С голоду не помрем. Так. Это уже край карты. Просто оборонять все это будет очень сложно. Реально сложно. О! Погодите-ка! Вот это, кстати, место имбовенькое. Мы, возможно, там прямо сейчас построим. Давайте осмотримся. Каньонный минус в том, что нихрена непонятно где что. Но! То место имбовенькое в том плане, что там нычка. Сто процентов. И как бы вы уже старт начинаете с неплохими такими ресурсами. Не видно зайцев. Не видно големов из которых... А! Вот заяц. Вижу. Големов не видно. У которых из-за рта вода идет. А! Стоп! Подождите! Это в пустынном биоме. Да, точно. Я тоже там играл. Тоже создавал карту. Но я даже 7 серий записал. Потом все удалил. Потому что, во-первых, начались лаги. Опа! Это что такое? Так. Ну, во-первых, мы пролезем за текстурой и посмотрим, что это такое. Это просто типа уазиса, да? Так. Но меня не интересует ни уазис. Меня интересует... Вот! Что меня интересует. В количестве скольки штук? В количестве одной штуки. Так. Тут ни черта нету. Но тут еще такая хорошая местность. Так. Стоп! Ай! Верни меня! Сволочь! Взяли меня, выкинули. То есть... Где? 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 Во! Вот сразу резики. Да, все правильно. Они вот под этой фигней находятся. Стоп! Под этой фигней? А мы вроде в другом месте эту фигню находили. Странно. Ну, можем у нее начать. Как вариант. Как вариант начать у нее. А, вот еще одна. Да, я же говорю, вот еще одна. Получается. А где та? А вот та. Так тут два? Две нычки или одна? Чет я не понимаю. Давайте приблизимся. А я не могу так. Ладно. Мы здесь не за этим. Давайте начнем здесь. Здесь есть вода. Ну, мало воды, кстати. Я не хочу тут строиться. Мало воды. Ну, нычки это, конечно, да. Я могу вообще под землей к ней пролезть. Если что. Кстати говоря, я могу просто вырыть туннели. И появиться под землей у любого нужного мне места. Вот. Да, вот здесь мы хотели строиться. Тут есть клепик. Давайте. Вот. Все. Сразу вырубаем. Вот у нас идут персонажи. Мы можем сразу его поставить какого-то фига в плотника. У нас нет плотников. Повторюсь, у нас плотников нет. Так. Давай сюда. Кто у нас там по хп хоть более-менее? Ну, вот как раз ты. Давайте сменим профессию тогда на рыцаря. Сейчас посмотрим, что тут еще. Ну, тут сейчас задания пойдут. Сразу же. Так. И ты давай тогда будешь у нас звероловым. Все, ребят, побежали. Так. Сразу же вспоминаем, что у нас нет еды. Как только жители новые придут, мы сразу же начнем активненько добывать еду. Фермера построим. Хотя у нас лесоруб уже активно может этим заниматься. Давайте ускоримся немного. Сейчас квесты пойдут. Ну, давай. Ты что? Вот там. Ну, это все фигня. Это типа ребята получили бафчики, скильчики и так далее. Так. Секунду. Склад забыл сразу им построить. Для всего. Ну, судя по складу, да, на 400 клеток, в принципе, размер нормальный. И зверолову тут построим, чтобы он не это, кайфовал на кроликов. Все, погнали. Что можем строить? Да. Где там у нас? Да, вот. Птичка пришла. Пропустим письмо. Мы знаем, что там. Да. Там нам рассказывают о всякой фигне. Выберем, предположим, вот это. Вот, спасибо. Да, сейчас, сейчас у нас... Что там появится? Дерево. А, это за дерево ресов больше идет, как раз. Ну, кстати, хорошая тема. Если так подумать, но вот в таких особенно местах хватит кидаться, страдать фигней. Птичка нам ресы принесла сразу же. Так, все. Пока. Есть наш старый добрый дядька. Давай, произведи мне вот это. Для этого нужен верстак. Так, а третий уровень плотника. Превосходно. Так, стоп, что это такое? Да, это у нас как раз щиты. Это все фигня. Но мы можем как раз таки начать с того, что... Заставим тебя построить вот это. Построить тебя вот это заставим. О! Нифигаси. Ааа! Стоп, а это мод, короче, на этим. Мод на что-то там. Так, уйди отсюда. Мод на какую-то приколюху. Все, погнали. Благодаря которой как раз таки мы и сможем... Это типа украшения. Я хотел еще поставить стекольщика, но типа облом. Потому что не получилось, короче, со стекольщиком. Ну вот, моды как раз таки на типа оружия. На всякие булавы, каски, шмаски, броники полные комплекты. То есть нет смысла теперь их продавать, потому что привлекательность дает двадцатку. И стоит это, в принципе, дорого. Особенно вот последние. По сотке привлекательности и девятьсот тридцать. Но эта броня очень топовая. Поэтому сильно с ней лучше не спешить. Так, мы там заказали. Он струдится. Также, кстати, новый класс появился. Идем сюда. Это новый класс благодаря моду. Это у нас, короче, охотник. Он может приручать диких животных. К сожалению, на английском. Приручать их, охотиться. Еще более сильнее делать животных. Короче, тут я так понимаю, не знаю, что он тут в конце делает. Но суть в том, что... А, это у него собака появляется. Которая тоже помогает ему охотиться. Во. И лук для него надо скрафтить. Давайте посмотрим, скорее всего, у плотника. Да, о, кстати. Охрененные окна. Я бы даже сказал офигительнейшие окна. Но это только окна, да? Да, это только окна чистые. Вот этот лук. Крафтится он на... Это четвертый уровень кого надо? А, на четвертый уровень оленя. Типа более топовый лук. Лук, подожди. А, это более топовый лук. А обычный лук такой? Да, вот он. Чисто на охоту на оленя. Тут здесь мы, как вы видите, можем вон все скрафтить, все что надо. А тут что? А, льна нету. Ну, это да, это проблема. Это весомая проблема. Как же нам без олена-то скрафтить? Так, вот. Кстати говоря... Кстати говоря... Ребята... Давайте сейчас мы на паузу поставим и сменим тебе профессию, пожалуй, на швию. Объясню, почему на швию. Потому что посмотреть хочу, что он сейчас у швии есть. У швии. Так, а уж и ничего нового. Только медпак и какая-то хрень на защиту 4, которая до сих пор не прогружена. В общем, это все, что у нас есть в данном моде, в данной сборке. Ближе к Новому году, как я уже и написал в комментарии одному пацанчику. Девушке. Не знаю. Человечку. В общем, будет. Все. Все будет. Это по-любому. Даже, возможно, стримы. Посмотрим, потому что как раз надо обновить железо, дабы мой комп начинает хреново эту игру тянуть. А я очень хочу в нее играть, потому что с новыми модами будет много контента. Ну а на этом я буду заканчивать. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока. С вами был Артем.